Украинские ультраправые, вопреки своим же традициям, ломают всего лишь стереотипы. В этот раз радикалы из национального корпуса выбрали в качестве оружия плюшевую игрушку. Администрацию президента забрасывают тысячами свинок. В этом объясняют организаторы акции. Есть нехитрый символизм. Петра Порошенко здесь считают свиньёй и мародёром, который разворовывает Украину. Впрочем, безобидные игрушки – это всё же исключение. Главу государства и его сторонников атакуют по всей стране. В ответ петарды и взрыв пакета летят в дом Арсена Авакова. Министра внутренних дел, националисты из организации Си-14 не любят и обвиняют как минимум в попытках спустить на тормозах «Дело об убийстве» известной херсонской правозащитницы Катерины Ганзюк. Предстоящие выборы президента Украины уникальны. Не только потому, что все шансы победить у актёра и комика Зеленского, но и потому, что силовые ведомства страны разделились на тех, кто откровенно поддерживает Юлию Тимошенко, и тех, кто не скрывает свои симпатии в адрес Петра Порошенко. А силовиков, как известно, часто тянет решать вопросы силой. За Тимошенко – МВД, за Порошенко – служба безопасности и генпрокуратура. У каждого из этих трёх ведомств есть многочисленные полувоенные подразделения и организации. Вот они-то на острие политической войны. Национальные дружины связывают с Авакой, все 14 связывают с Порошенко. Вот это столкновение этих неформальных силовых структур, оно тоже может быть не только дискредитирующим фактором для выборов, но оно может сломать электоральные процессы во многих случаях. Служба безопасности Украины в лице подконтрольного С-14 начали проводить акции возле дома Авакова. То есть понятно, с какой целью они проводили, с целью давления на Авакова. И понятно, что Аваков, соответственно, показал с помощью подконтрольного наскорпуса, что он сам артист. Полувоенные организации в Украине стали появляться после Евромайдана и с началом боевых действий в Донбассе. До недавнего времени многие политики и обозреватели воспринимали их как естественное и неизбежное порождение военного времени. Но вот сейчас, когда на кону власть и большие деньги, речь все меньше идет о патриотизме и противостоянии с внешним врагом. А все больше о вполне прагматичной попытке поймать руль управления Украиной. Полковник вооруженных сил Николай Паровский говорит, что наблюдает за происходящим с ужасом. Это антигосударственная, антиукраинская деятельность, когда военизированные формирования под партийными лозунгами приступают к обструкции президента, действуют против общества, блокируют администрацию или пытаются сорвать публичные выступления президента. Но президента не надо жалеть, убежден руководитель избирательной инициативы «Честное слово» Владимир Амельчук. Он показывает нам десятки внутренних документов МВД и СБУ. Конфликт силовиков – настоящая угроза для общества. Полиция четко преследует одну политическую силу и лиц, связанных с действующим президентом Украины. Мы видим синхронный ответ. СБУ задержала представителей Юлии Владимировны. Правый сектор – запрещенная в России организация. Та самая, что в Москве считается экстремистской. Пресс-секретарь движения Артем Скоропадский, впрочем, уверяет, в преследовании оппонентов правый сектор не участвует. Никого из основных кандидатов не поддерживает. А Арсен Авакова и Петра Порошенко мечтал бы увидеть на скамье подсудимых. Мы с первого дня Майдана говорили о том, что Порошенко – это враг украинской нации. То есть мы не можем на него работать. Мы поддерживаем единого кандидата от националистов – Кошулинского. Руслан Кошулинский – хорошо известный в Украине политик, успевший поработать и явиться спикером Рады, и повоевать в Донбассе. Один из лидеров праворадикальной партии «Свобода». Обладает нулевыми шансами на победу. По Украине ходят слухи, что ныне «Свобода» действует в интересах Петра Порошенко. Подобная картинка ни у кого уже не вызывает удивления. Военизированное крыло «Свободы» С-14 пытается помешать митингу в поддержку Юлии Тимошенко. А значит, это выпад против МВД и его главы, могущественного силовика Арсена Авакова. Это очевидный ответ спецслужб на принципиальную позицию министра касательно проведения честных и прозрачных выборов. По моей информации, подобные провокации готовятся не только в отношении Авакова, а и в отношении его окружения. А это уже Аваковский нацкорпус встречает Петра Порошенко в Черкассах. Попытка схватиться в рукопашную с госохраной и сотрудниками спецслужб заканчивается десятками задержаний бойцов нацкорпуса. Митинг Порошенко вынужден прервать. Это одна из наибольших угроз, когда полувоенные организации пытаются с позиции силы диктовать свою волю власти и правоохранительным органам. Съемочная группа РТВА в Киеве находит лагерь бойцов национального корпуса. Тренируются на территории машиностроительного завода «АТЭК» через дорогу от корпорации «Антонов». Той самой, что производят самолеты «Антон». На первый взгляд неприметная промзона, но вход сурово по пропускам. Десятки камер наблюдения, на зданиях экстремистская и прочая в том же духе символика. По некоторым данным нацкорпус подготовил десятки тысяч бойцов, а сама организация превращается в так называемую карманную армию главного силовика страны Авакова. Об этом явлении крайне мало информации. Последний материал, над которым работал перед убийством журналист Павел Шеремет, был о полке «АЗОВ», из которого и вышли нацкорпус и национальные дружины. Сейчас приобретают системный характер силовые провокации в Киеве и в большом количестве городов Украины. Очень кому-то не имется перевести избирательную кампанию в формат уличных столкновений, чтобы пролилась кровь. Да, президент нервничает. Министр внутренних дел успокаивает общественность. Крови не допустит. Вместе с тем МВД обвиняют команду Порошенко в махинациях и готовности подтасовать результаты выборов. СБУ со своей стороны то и дело ловит представителей штаба Юлии Тимошенко с чемоданами денег и открывает уголовные дела. В ответ полиция объявляет охоту на крупную рыбу. Правую руку Петра Порошенко, руководителя управления делами президента Сергея Березенко. Дескать, он главный фальсификатор предстоящего народного волеизъявления. Волноваться не нужно за то, что ты фигурант. Я, например, фигурант минимум четырех расследований и уголовных дел в Российской Федерации. Объявлен в розыск, заочно арестован. Так что не волнуйтесь, господин Березенко. Она просто спокойно делает свою работу. Это элемент борьбы за улицу. Та из групп, которая сможет доминировать на улице, получить право уличного насилия, потенциальное право уличного насилия. То есть будет контролировать митинги, демонстрации, все протесты. Та изначально получается намного выигрышней ситуации с точки зрения выборов. Последняя перед выборами битва за улицу начнется вот на этом месте. В субботу, 23 марта, от памятника основателям Киева на Майдане независимости национальный корпус двинется к администрации президента. Организаторы утверждают, что акция будет мирной и без партийной символики. Однако охрана правительственного квартала усилена уже сегодня. Второй поток бойцов нацкорпуса будет двигаться от своего традиционного места сбора у Верховной Рады. За подготовкой к акции с тревогой следят в посольстве США и представительстве ЕС. Запад традиционно призывает все стороны к сдержанности и просит избегать провокаций. Но в предвыборный период провокации это ровно то, что может определить исход политической игры. Советы уважаемых западных партнеров интересуют основных игроков в последнюю очередь. Поэтому они готовятся к любому развитию событий. Правда, ни один из силовых сценариев, очевидно, не приближает Украину к заветным НАТО и ЕС. Антон Полищук, Александр Кулибаба, RTVI, Киев.